Всем салют, друзья! Вы на канале Кексович, и у нас начинается новая история в игре и немал-симулятор Роблокс. Поехали! В одном зимнем лесу жила стая медведей. Именно здесь они нашли себе убежище, потому что шла жестокая подпаза земли. Почти каждый вечер они собирались у костра, обсуждали важные дела, а также просто беседовали про жизнь. В этот раз беседа шла о том, что не хватает еды. Рейко, глава этой общины, начала речь. «Послушайте, как бы не было бы ты скорбна, но нам придется урезать наш рацион. Рыбы становится все меньше. Рейко, наши дети хотят есть. Мы должны срочно найти выход из ситуации!» С грустью сказала панда Ари. «Я согласна. Может быть, нам стоит искать уже новые земли, потому что здесь мы не сможем прожить долго», продолжила беседа медведица Бетти. Майя, жена Рейко, продолжила. «Я понимаю вас, мои дорогие, потому что моя дочь тоже очень сильно хочет кушать. У нее очень сильно болит животик по ночам. Этот голод хуже всех переносит моя Дизи. Но мы должны, мы должны что-то придумать. «Послушайте», — сказал Рейко. «Завтра я и Снежок отправимся в поисках еды. У нас есть небольшие запасы на озере, которыми мы завтра сможем позавтракать. А теперь давайте ложиться спать». «Папочка», — сказала дочка Рейко Дизи. «Можно нам, медведица Ари, расскажет свои интересные истории?» «Хорошо, но только недолго». Медведица Ари очень часто собирала детишек у костра и рассказывала им разные истории. Особенно они любили страшилки. «Ну что же, мои медвежатки, садитесь поудобнее, я вам сейчас расскажу интересную историю». «Медведица Ари, а скажите, знаете ли вы про страшного Цербера?» — спросила маленькая Иви. «О, я слышал про него», — сказал Дин, сын Ари. «Это такой трехголовый волк, у него красные глаза, он очень страшный». «Мама, он правда существует?» «Да, медвежатки», — ходят легенды, что этот трехголовый волк ворует ночью маленьких детей. «Как ворует? Так это он может и нас украсть», — прошептала испуганная Иви. «Мои медвежатки», — легенда гласит, что этот Цербер приходит поздней-поздней ночью и проверяет всех, кто спит, а кто нет. И он крадет самого маленького малыша, который не спит. А недавно его даже кто-то видел на высокой-высокой скале с маленьким медвежонком. «И что, медведица Ари, он собирается его съесть?» «Я не знаю, Дизи, но будем надеяться, что это все не так. А теперь, мои медвежатки, нам пора спать. И не бойтесь, в этих местах Цербера ни разу не видели, он сюда просто не доходит. И наши медвежата разбрелись по своим пещерам спать. Надеюсь, этот Цербер сюда никогда не придет». Глубокой ночью маленькая Дизи снова разбудила свою маму. «Мамочка, я не могу заснуть никак, у меня снова болит животик». «Ох, милая, я знаю, как же ты мне страдаешь каждую ночь. Когда же уже закончится этот голод?» «Рейку, мы должны что-то придумать, потому что наша дочь мучается больше, чем остальные детки. Она очень плохо переносит этот голод. Что нам делать?» «Я все понимаю, Майя, но мы ничего не сможем с тобой поделать. Мы должны ждать утра». Но всю ночь маленькая Дизи постоянно просыпалась от боли в животе. И тогда Майя приняла очень непростое решение. «Я не могу смотреть, как моя дочь страдает от голода. Я возьму совсем две рыбки, совсем две маленькие рыбки, и никто не узнает об этом». Майя зашла в ледяное озеро и нашла то место, где они вечером прятали выловленную рыбу. Она взяла две маленькие рыбки, но тут ее заметил Бен. «Майя? Что она делает?» На следующее утро Бен поднял всю стаю для того, чтобы рассказать ночное происшествие. Медведица Майя раскаялась. «Я не могу в это поверить, Майя», – сказал с досадой Рейко. «Простите меня, но я не могла больше смотреть, как моя дочь мучается. Ведь ни у кого из ваших медвежат не болели так животы, как у нее. Вечером состоится совет насчет тебя, Майя», – сказал грустно Рейко. Итак, вечером все медведи собрались на важный совет, где решалась судьба Майи. Конечно, все были возмущены поступком Майи, но нашлись и те, которые защитили ее. «Послушайте, мы должны дать ей шанс», – начала Бетти, лучшая подруга Майи. «Ведь она мать, и она просто переживала за свою дочь. Ну, взяла она эти две рыбки, тем более она раскаялась. А вот я думаю», – начала медведица Сэма, – «я думаю, что это является преступлением. Это воровство. Значит, ночью, когда мы спали, жена нашего вожака украла общую рыбу. Она подрывает твой авторитет, Рейко. За свои поступки нужно отвечать». Брат Майи, Снежок, пытался оправдать свою сестру. Однако большинство голосов решило, что Майя совершила неоправданный поступок. Рейко вынес решение. «В это сложное для нас время, когда у нас голод, этот поступок действительно неоправданный. Майя, ты должна понести наказание. Все знают, что у нас есть пещера для провинившихся. Майя, ты отправляешься туда на два месяца. Ты будешь жить там одна и сама себе добывать еду». Майя очень расстроилась. «Мамочка, не уходи, пожалуйста, или возьми меня с собой». «Милая моя Дизи, все будет хорошо, не переживай. Я вернусь, и мы снова будем вместе жить. Ты не хочешь меня брать с собой?» «Конечно, хочу». «Дизи, малышка, ты останешься с нами. Вернись в нашу стаю». «В нашей общине не должно быть воров, Майя. Тем более, если это жена вожака». Медведи смотрели, как Майя уходит все дальше и дальше. А маленькая Дизи не могла сдержать слез. «Не бойся, все будет хорошо, малышка». Медведи стали расходиться в свои пещеры. Маленькая Дизи и Иви остались посидеть возле костра. «Иви, это я виновата, что маму так наказали. Если бы я не плакала так по ночам сильно, мама бы не пошла за этой рыбой. Дизи, не вини себя. Просто так случилось. А мы с тобой всего лишь маленькие мишки. И ничего уже не можем изменить». Рейко очень переживал за свою жену. Он хотел что-то придумать, чтобы вернуть ее вновь обратно в общину. «Ох, Майя, что же ты натворила? Что же ты наделала?» И вот прошло уже две недели, как медведицу выгнали из своей стаи. «Как-то ночью, когда все медведи спокойно спали, наша Дизи никак не могла заснуть. Как же я скучаю по тебе, моя мамочка. Так не должно было произойти. Ты должна была остаться жить с нами». Маленькая Дизи решила посидеть возле озера. «Надеюсь, с тобой сейчас все хорошо». Но вдруг Дизи услышала какой-то странный шорох. «Что это?» Она обернулась и увидела трехголовое существо, которое направлялось прямо к ней. То самое существо, про которое недавно рассказывала медведица Ари. С красными глазами и тремя головами. Дизи не успела произнести и звука, как это существо накинулось и схватило ее. Утром медведиц похватились малышки, но ее нигде не было. Зато они на снегу обнаружили следы. Следы Дизи и еще какие-то большие следы. «Кто бы это ни был, я найду его и убью. Тот, кто украл мою дочь». Медведица Ари рассказала, что эти следы похожи на те самые следы Цербера. «Я не понимаю, как это возможно. Неужели Цербер добрался до наших мест?» Негодовала Бетти. «Мы должны срочно отыскать малышку. Я сейчас же отправляюсь на ее поиски». Негодовал Рейко. Снежок его поддержал. «Я с тобой». «Ох, Рейко, я понимаю тебя». Начала разговор медведица Ари. «Но Цербера очень нелегко поймать, поверь мне. Он очень быстр и неуловимый. И никто не знает, где он обитает. Ты, конечно, можешь сейчас пойти, но ты можешь попасть в ловушку обезьян или волков. Здесь очень много зверей живет. И как только они вас увидят, они придут и сюда». «Что же мне делать теперь?» Негодовал Рейко. «Я потеряла ребенка. Я потерял жену. Что же мне делать? Что я за вожак такой?» Медведица Ари пыталась его успокоить. «Послушай, Рейко, завтра утром мы с тобой сходим в один звериный бар. Там обитает один зверь, который знает многое о Цербере. Я думаю, он нам сможет помочь». Медведи так и решили поступить. «Ну что же, медвежатки, пойдем и мы спать. Пора уже. Нельзя одним оставаться на улице». «Хорошо, мамочка, мы сейчас придем». Когда медвежата остались вдвоем, Иви начала разговор. «Дин, я не могу ждать утра. Мы должны с тобой что-то придумать». «Иви, ты о чем?» «Понимаешь, взрослые постоянно что-то раздумывают. Но мне кажется, этим самым мы теряем время. Но что ты предлагаешь делать? Может быть, мы с тобой вдвоем пойдем искать Дисси?» «Дин, пора домой». «Иви, это очень опасно. Ты же слышала». «Иви, Дин, быстро спать. Она моя лучшая подружка. Я не могу ее оставить в опасности». «Хорошо, Иви, я подумаю над этим. Мы с тобой что-нибудь придумаем». «Мам, я пришел, я здесь». «Уже давно пора спать, Дин». Дин очень плохо спал этой ночью. Но и внезапно ему пришла мысль. Он тихонько встал, чтобы мама не слышала, и вышел из пещеры. Медвежонок побежал к пещере, где спала семья Иви. «Иви, Иви, проснись. У меня есть план». «Какой план, Дин? Что ты придумал?» «Мы с тобой сейчас пойдем и найдем медведицу Майю. Она уж точно нам поможет найти Дизи». «Ты прав, Дин. Какой ты молодец, что это придумал. Скорее побежали к ней». «А ты знаешь, где она сейчас обитает?» «Эм, я не знаю точно, где находится эта пещера. Но это где-то в той стороне. Я думаю, мы найдем ее». «Дин?» «Дин, где ты?» «Куда ты пропал, малыш?» «Рэйко, у нас беда». «Что случилось?» «Иви пропала». «И Дина, и Дина нигде нет». «Куда же пропали наши медвежата?» «Неужели их унес Цербер?» «А может быть и кто-то другой?» «Может быть, это обезьяны?» «Я ничего не понимаю.» «Найдите мою девочку». «Дин, ты уверен, что знаешь, куда мы идем?» «Я уже не уверен, Иви.» «Я здесь никогда раньше не был». «Ты слышишь?» «Кажется, здесь кто-то есть». «Мне страшно, Дин». «Куда же попали наши медвежата?» «И смогут ли они найти медведицу Майю?» «Об этом мы узнаем в следующих сериях». «А пока, всем пока, друзья». «Об Ciao, ciao!» «А пока, всем пока, всем пока, всем пока, всем пока!» « yang появится в логике.»